Привет всем! Иногда мне хочется поговорить не только о буддизме, но и об образовании, потому что я-то работаю в сфере образования, и это на самом деле моя самая главная сфера деятельности. В моём университете, где я преподаю, осуществляется такая штука, как индивидуальный подход. Как это делается? Студент, как правило, подаёт документы в деканат о том, что с ним что-то не в порядке, у него есть какие-то особые условия, особая ситуация, и по этому поводу он хочет получить содействие от учителя. Потом он приходит с этими бумажками ко мне, и мы с ним решаем, каким именно образом я ему помогаю. Для меня это идеальный вариант, я всегда с большим удовольствием этим занимаюсь, потому что считаю это очень важным. Но вот я заметила, что иногда, когда я обсуждаю этот момент с другими людьми, люди высказывают критику этого подхода, говорят, что это неправильный подход, и мы таким образом портим студента. Какие при этом высказывают причины? Как правило, люди говорят, что вы же не готовите их таким образом к взрослому миру. Они не получают опыта, который им понадобится, когда они выйдут в большой мир, который совсем даже не добрый, и никто не будет с ними носиться там и им помогать. Опять же, может быть, им стоило бы научиться чему-то, научиться себя преодолевать, а не просто потакать своим проблемам. А ещё они сядут вам на голову, ну и вы на них просто тратите своё время, которое могли бы потратить на что-нибудь получше. Вот такие примерно причины мне озвучивают. И в этом видео я бы хотела пройтись по этим причинам и рассказать то, что я обычно говорю людям, как я объясняю, почему всё это работает немножко иначе. Итак, во-первых, почему-то я часто сталкиваюсь с мыслью, что само университетское образование – это модель того мира, в котором человек будет жить, из него выйдя. Но это не так. Да, университетское образование, конечно же, готовит человека к взрослой жизни. Человек получает навыки, знания, многое другое. Но в то же самое время это абсолютно искусственная среда, потому что никогда больше после выпуска человек не будет делать абсолютно то же самое, что все остальные люди, работающие в его компании. Не будет он сидеть в аудитории и добиваться одного результата. Он будет делать свою часть работы. Поэтому само по себе умение делать то же самое, что все остальные, может, и не так уж и важно для взрослой жизни. Иногда тебе значительно важнее понять, что конкретно ты можешь делать, а чего ты делать не можешь. И да, университет здесь тоже очень сильно помогает, потому что именно через вот эту унифицированную систему ты все это понимаешь. Но если ты не справился и сдался по пути, то ничего хорошего не будет, на мой взгляд. Мой, можно сказать, любимый аргумент про то, что мир жестокий, холодный, и никто им не будет помогать. С чего вы вообще взяли? Понимаете, я не считаю свой опыт работы и вообще существования в мире каким-то особенно карамельно-идеальным. Нет, у меня всякое было. Я работала на крайне неприятных работах. Мне доводилось взаимодействовать с ужасными людьми. Да, все это было. Но, тем не менее, я могу сказать даже из собственного опыта, что существует огромное количество людей, которые готовы помочь. И, в принципе, люди вообще настроены скорее на то, чтобы помогать взаимодействовать с другими людьми, на позитив, как ни странно. Сейчас мы живем в мире, когда все больше и больше компаний осознает такую вещь, как репутационные потери. И им приходится как-то лавировать, предлагать какие-то условия труда для людей, которым требуется что-то другое. Они не могут просто приходить каждый день в офис и работать. Это во-первых. Но во-вторых, даже на индивидуальном уровне договариваться не так уж и сложно. Я неоднократно приходила на рабочее интервью, общалась и обсуждала, в том числе, свои требования к компании. И заметила, что в большинстве своем люди соглашаются. Некоторые соглашаются, потому что они добрые. Некоторые соглашаются, потому что не хотят, чтобы я потом написала о них где-нибудь в соцсетях, о том, какие они злые самодуры. А кому-то просто все равно. Потому что то, что я требую, до них несложно. Поэтому нельзя сказать, что студенты непременно попадут в мир, где с ними никто не захочет носиться, никто не захочет им помогать. И чем больше у них будет опыта получения помощи, тем более уверенно они будут себя чувствовать, когда высказывают свои требования со своей стороны. Я считаю, что это тоже очень важный и хороший навык. В конце концов, если ты чего-то попросишь, то, может быть, тебе этого дадут. А если ты не попросишь, то тебе этого 100% не дадут. Уж извините, фанаты мастера и Маргариты. Дальше. Третье. Мнение, что студентам важен опыт преодоления своих проблем. Конечно же, этот аргумент высказывают, когда дело касается ненейротипичных студентов. Если у студента есть какая-то физическая проблема, физическая особенность, то люди обычно не считают, что он с ней возьмет и просто справится. Нет, конечно, и такие попадаются. Но, к счастью, их довольно мало. То есть люди не считают, что если я буду игнорировать проблемы студентов, которые передвигаются на коляске или слабослышащих студентов, то они от этого начнут резво бегать, вернуть себе слух каким-то магическим образом. Нет, они просто завалят мой курс. Но то же самое касается студентов, например, с СДВГ, с РАС, с биполярным расстройством и еще всякими другими вещами. Они, скорее всего, ничего не преодолеют. Рассчитывать на то, что они преодолеют, это, на мой взгляд, довольно странно. А вот что они могут сделать, чему они могут научиться, так это справляться со своей проблемой, жить с ней, методом именно жизни с ней. Понимаете? И для этого они должны освоить три навыка. Первое – это понимание своей проблемы. Второе – это формулирование запроса, что конкретно ты хочешь от другого человека. И третье – это компенсация. И именно это мы с ними делаем. Я не могу нарисовать студенту оценку просто потому, что он вот такая вот уникальная снежинка. Нет, конечно, я должна поговорить с ним и понять, что он может делать взамен. Ну, скажем, человек не может участвовать в каких-то групповых заданиях, ему трудно коммуницировать с другими людьми. Хорошо, а что, если вот эта группа будет давать тебе какое-то отдельное задание, и ты будешь сидеть сам и его выполнять? Это же поможет и группе, и тебе самому будет легко. Вот, пожалуйста, мы решили проблему. И человек, зная, что он это может делать, уже потом, когда будет искать работу или заниматься переговорами на тему того, как он будет работать, он сможет это упомянуть и сказать, что да, вот так я не могу, а вот так могу. Или, скажем, человек не может делать тесты, ну, не может, не получается, не может на них сосредоточиться. Я могу заменить эти тесты чем-нибудь другим или давать ему больше времени или еще что-нибудь. И ему никогда в жизни не понадобятся эти тесты, но он сможет опять же понять, что он может делать и в чем конкретно состоит проблема с тестами. Например, он не выдерживает ситуаций, когда на него обрушивается слишком много стресса. Или его выводят из себя необходимость делать что-то за очень короткий период времени. Если он поймет, что конкретно с ним не так и научится делать это как-то иначе, то это очень-очень хороший навык. Ну и опять же, я считаю, что навык преодоления с помощью чужой помощи тоже невероятно полезный навык. Это полезный навык для самого студента, потому что он не только сам будет формулировать запрос, но он будет помогать и другим таким же самым образом. Он осознает, что если помочь людям, они могут сделать больше, чем если им не помогать. Это урок для всех тех, кому этот человек важен, его семьи, его друзей. Потому что когда они увидели, что вот видите, был у человека, была у человека такая проблема, а потом учительница ему помогла. Замечательно, мы ее преодолели. Может они сами тоже сделают что-то подобное по отношению к другим людям. То есть я считаю, что это значительно важно, чем какая-то иллюзорная возможность, что человек переступит через себя и преодолеет проблему. Почему он ее должен преодолеть? Я не думаю, что просто отказ в помощи может помочь человеку преодолеть проблему. Извините. Я такого не наблюдала лично в своем опыте. Дальше. Идея о том, что студенты начнут садиться нам на шею и просто понимать, что вот ай, не хочется делать тесты. Пойду-ка я заявлю, что у меня какая-нибудь проблема, по которой я не могу делать тест. То есть, а что если все так будут делать? Ну, на самом деле не будут. Понимаете, в чем дело? Этот путь, он не проще. Он проще, если ты никак не можешь выполнить этот тест. Никак. Вообще. Но если ты его можешь выполнить, но просто не хочешь, то ну давайте подумаем. Тебе нужно пойти к врачу, применить все свои актерские способности и убедить врача, что у тебя действительно проблема, а не просто ты не хочешь сделать тест. Получить справочку, пойти в деканат, там опять же убедить всех, что наличие этой справочки означает, что ты не можешь выполнять тесты. Потом пойти ко мне, убедить меня в том же и получить от меня другое задание. И получается, что в то время, когда весь класс будет весело выполнять тест и, скорее всего, списывать в процессе, ты будешь сидеть и писать на пять страниц эссе на тему традиции моей семьи. С невозможностью обратиться к кому-либо другому, потому что никто другой этого задания не делает. Это правда проще? Если проще, то извините, даже если студент считает, что он таким образом обманул систему, я так не считаю. Если ему так проще, значит у него действительно очень-очень большие проблемы с тестами. Может быть, по другой причине, не по той, по которой он считает, но тем не менее. И, наконец, последнее. Трата времени. Понимаете ли, в чем дело? Работа преподавателя не заключается в том, чтобы прийти на урок, забарабанить лекцию и уйти с него. Преподаватель должен находиться в контакте со студентами. По крайней мере, я так считаю. И я знаю, да, я сталкивалась с преподавателями, которые так не считают и которых крайне трудно потом поймать. Но, извините, я не считаю хорошими преподавателями. Твоя работа происходит до лекции, до ее начала, после лекции, в твое свободное время тоже. У тебя есть время консультаций, когда к тебе может прийти любой студент и проконсультироваться. У тебя есть имейл и всякие другие способы связи. И ты отвечаешь студентам на их письма. То есть, неважно, какой студент. В общем-то, я стараюсь в той или иной мере практиковать индивидуальный подход к любому студенту. И неважно, хорошо ли работает студент, плохо ли он работает. Но я взаимодействую со всеми. И на самом деле я заметила такую интересную вещь. Что чем больше студентов не врубается, не тянет твою программу, тем меньше у тебя будет времени. Реально. Потому что студенты будут бомбардировать тебя письмами, подходить до лекции, подходить после лекции. И просто просить объяснить вещи, которые, ну скажем так, ты могла бы пояснить на лекции. Вот такая вещь. Если у тебя есть какая-то критическая масса студентов, которые не справляются с твоими лекциями, то значит лекцию нужно переделывать. Но даже если таких студентов, ну я не знаю, два человека, три человека, на них все равно уходит много времени. И мне же очень важно, чтобы человек вовремя понял, что эта проблема непреодолима в том виде, в котором он ее мне приносит. То есть если человек, например, не способен сдавать те самые тесты или не способен работать в группе, но при этом пытается научить себя работать именно так, как работают все остальные, и приходит ко мне с этим запросом, то это займет у меня больше времени, чем если мы просто поймем, что нет, так оно не работает, и попробуем работать как-то иначе. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нет. Это не занимает у меня слишком много времени. Это один из аспектов моей работы, и в чем-то он даже проще, чем унифицированное отношение ко всем студентам. Ну вот так. Именно поэтому я считаю, что такой индивидуальный подход это замечательная вещь, и она помогает. Ну что ж, спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok